и снова блендер 281 а давайте рассмотрим риггинг именно камеры взятая информация с канала николая довжанского зайдите посмотрите прям пишите николай довжанский и там вот у него канал именно по блендеру мы погнали рассматривать как это все работает вот нажимаем камеру здесь все видно как все крутится камера привязана именно кости и она вот куда вы ведете смотрит именно на эту кость все погнали рассматривать как это все сделать вот такая модель модель делалась the brush ссылки на ролик оставлю можете посмотреть как сделать вот такую лампу pixar ну и поехали разбираться теперь с камерой пока можно модель отключить вот в этой вкладке pixar закрыть и выключить глаз видимость теперь добавляем именно арматуру 1 кость вот она появилась и будем с ней уже работать заходим жмем табуляцию переходим в режим редактирования нажимаем на кость и немножко ее перевернем тройка на нампаде выравнивает боковой вид перекручиваем подставляем где-то вот сюда ставим ее с чуть-чуть побольше это будет вот нижняя кость который будет все привязано теперь shift d одну косточку мы сюда уводим жмем s уменьшаем ее и одну косточку shift d ставим вот сюда вот в центр так семерка на нампаде смотрим чтобы все это было выровнено и давайте нашу камеру поставим вот на эту кость нажимаем на камеру и теперь можно ее опять же транспозом покрутить это уже заходим в объектный режим нажимаем на камеру и нажимаем транспоз так вот так и вставим подгоняем вот сюда следом подгоняем к этой кости тройка на нампаде и теперь смотрим чтобы все это дело совместилось именно с косточкой можно даже кость немножко перекрутить это уже не проблема сначала можно камеру так вот прям выровнять или косточку вот так вот взять тоже транспозом покрутить ну давайте теперь все это дело соединим выделяем так теперь нажимаем на косточку жмем табуляцию переходим в режим редактирования жмем на первую кость select box можно транспоз отключить shift зажатый жмем на вторую кость и в конце уже на вот эту третью кость на большую жмем ctrl и и жмем keep offset сохранением взаимного расположения вот так вот следом заходим в режим позы выбираем вот эту косточку и shift косточку на камере и жмем ctrl shift с и нажимаем слежение так теперь нужно вот эту камеру объединить с этой косточкой и жмем здесь вот на камеру и жмем shift зажатый на косточку теперь ctrl и и ставим bone кость объединяем все это дело и смотрим как все это теперь будет работать g английская вот вы видите что куда бы мы не повели камеру она смотрит именно на центральную кость вот эту вот таким вот образом ctrl так это вот так поставим ctrl z теперь тройка на нампаде и можно вот эту камеру g немножко дальше отвести вот таким образом смотрим что тут получилось вытягиваем еще одно окно и вот увидите что камера следит именно за этой косточкой вот если поставить здесь 7 на нампаде колесиком подкрутить то мы вот будем вводить и вы видите что она следит именно видеть ту кость вот так и как теперь записать именно вот такую вот анимацию вытягиваем вот это вот окошко и теперь нажимаем автосоздание ключей и будем делать вот таким образом g нажимаем челчок все первый кадр прописался теперь 20 кадр запишем вот так щелчок и теперь вот можно и уводить вот таким вот образом теперь на 40 кадр смотрим чтобы все хорошо попадала и теперь 60 можно приблизить до какой-нибудь детали и если косточку поместить допустим какому-нибудь объекту вот он будет именно смотреть на этот объект сейчас она стоит на большом фонаре и вот так все это дело записывается автоматически вот так вот можно посмотреть вдаль больше отвести и вот таким образом приблизить щелчок ну теперь ставим здесь вот 80 кадров энтер переходим на первый кадр и смотрим что у нас получилось вот такая штука крутящаяся можно использовать этот принцип в анимации какой-нибудь именно сцены прикольно или настроить как в прошлый раз я показывал настроить камеры уже с привязкой и камеру вписать именно в анимацию ну вот такой вот прикольный способ риггинг камеры николай довжанский заходите на канал посмотрите у него там есть много роликов которые будут нам потом полезны ну и исходники можете посмотреть все всем пока до свидания